Московские старости Здравствуйте! Сегодня на нашем календаре 14 мая 1922 года. Газета «Правда» выездная сессия Ревтрибунала в Новочеркасске приговорила к расстрелу настоятеля архиерейской церкви священника Кравцова, в целях сокрытия церковных ценностей Кравцов пытался во время изъятия дать членам комиссии взятку в 20 миллионов рублей. На суде было установлено, что Кравцов после известного воззвания патриарха поступил с контрреволюционной целью в политотдел в качестве осведомителя. Газета «Последнее известие Ревель» из Москвы сообщают о секретном заседании Совнаркома, на котором Троцким было внесено предложение объявить отмену патриаршества в Советской России как института, не соответствующего духу пролетарского государства. Управление церковью должно быть изъято из рук митрополитов и епископов и передано организациям верующих, задегистрированным советскими учреждениями. Газета «Голос России» Берлин. После 1 мая в Москве началось усиленное преследование рабочей оппозиции левых коммунистов. Устроенный левыми коммунистами митинг в Сокольниках был разогнан чинами главполитуправления. Красная газета «Петроград». Все реки и озера Петрограда и губернии сданы в аренду трудовой кооперации рыбаков. Сюда входит река Нева от ее истоков до взморья. Разрешение на ловлю рыбы на Неве выдается правлением кооперации рыбаков. За ловлю рыбы без разрешения виновные будут предаваться Народному суду. Газета «Новая русская жизнь» Гельсинфорс. Префект генуэзской полиции обратился к Чичерину со специальным письмом, в котором напоминает главе большевистской делегации, что он взял на себя обязательство охранять большевистских делегатов. Но это обязательство ему приходится исполнять с большим трудом, так как многочисленные члены делегации слишком много уделяют внимания увеселительным учреждениям, где они занимаются делами, ничего общего не имеющими с конференцией и политикой. При таком положении дел полиция не располагает достаточными кадрами для охраны подчиненных Чичерина. Газета «Красный Север Вологда» из писем деревни. На последние недели Великого Поста учительницей Шейбукско-Воскресенской школы первой ступени Кругловой одному из ее учеников был предъявлен выбор или идти в церковь на исповедь, или, в противном случае, он будет исключен из школы. Представьте себе душевное состояние ребенка на таком распутье. Спрашивается, должны ли такие люди, как Круглова, оставаться педагогами? Газета «Последние новости Париж». 12 мая в Берлин на аэроплане прилетела Айседора Дункан вместе со своим мужем, писателем Есениным. Об этом писали газеты 14 мая 1922 года. Подписывайтесь на наш канал, вопросы задавайте в комментариях. ТОМУ НАЗАД.